Приветствую вас, и отчасти соглашусь с Ириной, которая сказала, что не нужно спешить. Но я как бы хотел бы развить немножечко эту мысль, мысль о том, что вам не нужно спешить, и сказать несколько своих слов по поводу вашей ситуации. Итак, пожалуй, первое и самое главное, что мне хотелось начать, это с того, что вы не хотите больше налаживать отношения с мужем. То есть вот отношения у вас разладились, и вы не хотите их налаживать. То есть вы не хотите сохранять семью, вы не хотите бороться за отношения, вы не хотите как бы их восстанавливать. И отсюда, отсюда, логичный вывод, что раз вы не хотите, то разлад отношений произошел отчасти потому, что вы перестали хотеть за эти отношения бороться. И это означает, что с вашей стороны больше нет к мужу чувств, которые могли бы быть стимулом для того, чтобы сохранять семью. Исходя из этого, можно сделать логичный опять же вывод, что с вашей стороны больше взаимностей к мужу нет. Значит, соответственно, вопрос, а есть ли это взаимность у мужа? Если она у него есть, то есть если муж к вам как-то что-то чувствует, да, как-то хочет установить отношения, хочет сохранить семью и прочее, то нужно тогда ответить себе вот на какой вопрос. Есть ли причина, по которой ваши отношения разладятся? Есть ли конфликт, который между вами произошел? Разрешить, как вы будете относиться к мужу? Что вы будете делать? Будете ли вы вновь с ним? Возможно ли между вами при отсутствии конфликта Хорошие отношения, которые, ну, удовлетворили бы вас в данном случае, лично вас. Если нет, то есть вы себе представите такие отношения и подумаете, нет, все равно, даже если все будет хорошо, все равно чувств у меня уже нет, и вообще я не хочу с ним больше быть. Ну, мне разомравилось, что вы прошли, я больше не желаю просто вот с ним находиться. Находиться, ну, охладевая, как-нибудь. А если такая мысль у вас есть, то тогда нужно быть определенно честным, в первую очередь, с собой. Для чего? Чтобы сказать. Сказать прямо и безапелляционно. Что так, как раньше, уже не будет. То есть, не будет больше отношений, как обычно. Все изменилось, и изменения теперь будут так или иначе. Вопрос в том, какие. Если вы экстремально начнете менять свою жизнь, то это будет, конечно, погоня за чем-то новым, за новыми ощущениями, новыми впечатлениями и прочее. И это, конечно же, подарит вам некое счастье на первый момент. Но, поскольку вы все-таки стремитесь к стабильности, вы хотите надежность все равно. Поэтому сейчас вы, возможно, изголодались по чему-то новому, по чему-то такому стандартному и так далее. Но в душе все равно вы стремитесь к чему-то надежному, к чему-то стабильному. Поэтому менять ваше отношение с мужем нужно постепенно. То есть, сначала определите, вот сможете ли вы с ним быть вместе, то есть я имею ввиду жить вместе, при отсутствии у вас желания, ну вот как-то налаживать его отношения. То есть, сможете ли вы быть с ним как соседей? Если да, иногда мы не можем обговорить эту ситуацию, прийти к какому-то выводу, решению, договору и жить ради, ну скажем так, ради дочери. В основном, потому что, сын, раз он женится, то у него уже своя семья и вряд ли ваши отношения его как-то заденут, затронут и так далее. А вот дочь, она, конечно же, больше, более зависима. И она будет тяжело переживать, что вы, допустим, разошлись с ее родителями. Если договориться у вас с супругом получится, то есть вы сможете прийти к решению относительно того, что вы будете делать. Как вы будете строить свою жизнь, на что вы будете претендовать теперь в новом, в новой форме сюда. На что, если все это вы сможете разрешить и внешне для лучшей семья будет хорошей и крепкой, вам нужно оставиться как есть, просто больше думать о себе, реализовывать какие-то свои потребности, да, и, собственно говоря, я стараться сделать так, чтобы именно вам было хорошо. Чтобы именно вы, в первую очередь, были более счастливы, ну, скажем, чем сейчас. Потому что для дочери вашей, в том числе, очень важно, чтобы ее мама была счастлива. Если мама не счастлива, то и она сама тоже не счастлива. Ну, это так или иначе проявляется в ее поведении, в ее отношении к другим людям и так далее и тому подобное. То есть это очень важно. Если вы в процессе договора с супругом ни к чему не придете. Или вы сейчас твердо знаете, что договориться с мужем у вас не получится, ну, по той или иной причине. Только вот в этом случае и тогда нужно думать о том, как все-таки жизнь должна быть. Будем договориться не получится, значит, будут постоянные скандалы, будут там разборки, ссоры и так далее. Дочери – это вряд ли нужно. Да и вам – это тоже вряд ли нужно. И тогда уже придется продумывать и квартирный вопрос. В риске будет жить дочь и так далее. Потому что если вы делаете это для детей, то, безусловно, дети не будут счастливее, если вы постоянно будете ругаться своим мужем, например. Или если между вами будут постоянно какие-то конфликты, ссоры, терки и так далее. Просто напряженные отношения. И особенно страдать будет дочь. Поэтому, исходя из нее интересов, нужно действовать именно в таком направлении. А как именно действовать, как именно поступать, тут уже решать вам. Потому что предлагать вам конкретно решение, говорить, вот вы резко измените свою жизнь, да, поменяете ее. Или наоборот, говорить, нет, вот вы стараетесь восстановить отношения, а это было бы не профессионально. Потому что вам нужно самостоятельно принимать ответственность за свою жизнь, за то, как она будет развиваться дальше. А мы, мы можем только вам посоветовать, мы можем только раскрыть какие-то стороны вашей ситуации, чтобы вы лучше ее поняли и все. На этом, пожалуй, можно закончить. Надеюсь, я помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok